Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Статья на Конте за 12 ноября 2019 года. Йоган Вайс. Так называемое украинское лето закончилось. Неожиданно так. Чудо не случилось. Хотя одни на это усиленно намекали, другие не менее усиленно ждали. Не повезло всем, но некоторым особенно. Но что тут скажешь? Судьба. Из-за резкого роста за последний месяц цены импортного газа, от которого напрямую зависят конечные тарифы для населения, последние незамедленные также вырасти, одним махом в три раза перекрыв октябрьское снижение. Тогда газ для укропотребителей подешевел на 220 гривен 4,9% до 4272,76 гривен за 1000 кубометров. А сейчас всего через месяц подорожал, но уже на почти 650 гривен, до 4899 или на 14,6%. Но, как говорится в известной рекламе, и это еще не все. В декабре ожидается уже порядка 7200 гривен за ту же 1000 кубометров, а это на 70% выше текущего уровня. Газ дешевел, начиная с апреля, несколько месяцев подряд, и в итоге его цена снизилась на 32% от рекордных апрельских 6300 гривен. Почему-то кое-кто думал, что это падение, то есть, будет продолжаться вечно, невзирая на предупреждение о сезонности. А тут еще главный кормилец, Нафтогаз, пугает, что с 2020 года изменится формула расчета цены газа для населения. Пугает устами никого-нибудь, а Максима Токеорбиновича, директора ООО «Газоснабжающая компания Нафтогаза Украины». Но он директор ему видней. И заметьте, после того, как отсудил то ли 22, то ли 25 миллиардов долларов у агрессора, или может отсудить, или собирается, но неважно. Как будет с января? Цена будет рыночной. Она определяется как среднеарифметическая по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены, сказал Рабинович. Да, кстати, чтобы не было путаницы или недоговорок. Выше все цены были указаны без НДС и учета транспортных расходов, так что можете смело добавлять к цене пару-тройку тысяч, а то и поболее. Не ошибетесь. Рабинович также сообщил, звучит так как, а? Рабинович сообщил, что Украина может экономить примерно 5-6 миллиардов кубов газа из 10, которые потребляет население. На сегодняшний момент мы понимаем, что примерно 5-6 миллиардов кубов газа из 10, которые потребляет население, можно экономить. Что мы делаем для этого? По сути, стадия начальная, пояснил он. Знаете, а ведь жутковато звучит. Я про начальную стадию. Я бы после таких заявлений точно заерзал. Как, например, жители Нового Раздула, что во Львовской области, где школьников отправили на вынужденные, и, что характерно, бессрочные каникулы. Рады, небось, школьники-то? Ага. Рановато вот только. В прошлые года, насколько помню, до середины конца зимы тянули с каникулами. А вы чего подумали? А тут еще и осень не закончилась, а вот подишь ты. Ну ладно. Мне вот интересно. Ведь там у хохлов у всех по бойлеру, а то и по 2, да и 3 бывает. Чего же они ими не пользуются? Загадка природы. И от запасов ПХГ ломятся. Никогда такого, то есть, столько не было. И из Бурятии, фу, простите. С Балкан готовы качать. Аж по 4 миллиона кубов в сутки. В реверсном. А как же? Режиме. И все равно что-то не складывается. А что если хоть конем сделать? Покрасить трубопроводы в синий, а вентили в желтый цвет. А то сейчас все наоборот. Вот оно и идет через пень колодов. Не, ну правда. Здорово я придумал. Да, пусть и не я, но все равно здорово. И главное, совсем ведь просто, для тех, кто понимает. Йоган Вайс. Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал.